здравствуйте друзья я вот на какую тему хотел поговорить молодой человек спрашивает он собирается приехать в соединенные штаты я только не помню точно там он эмигрирует или он на пару лет поработать там какой план конкретно но он говорит я смотрю на многих блогеров русскоязычных и они как бы настроены анти анти российские там как то так значит и он говорит это так массово и вот не получится ли что я оказавшись в соединенных штатах тоже окажусь негативно настроенным по отношению к своей стране если это вот так вот массово значит что я хочу сказать во первых я я подозреваю я не не уверен поскольку я не смотрю особо там русскоязычных блогеров но те которых смотрю они как-то не высказываются в этом направлении вообще никак но если это массово я думаю что они не анти как бы сказать российские они анти путинские что ни одно и то же и вот так же как допустим белогвардейцы которые вынуждены были уйти из россии они не не были людьми которые не любили россию то есть нам долго внушали что если коммунистов не любишь то россии не любишь но это же не так поэтому я тоже думаю что вот те которые с путиным не согласны они не то чтобы они там к россии плохо относились и я думаю там наоборот происходит а вот и сейчас там называют вот эти 15 процентов несчастных их там называют национал предателем там еще что-то их фактически травят но дело в том что вот вот я не думаю что они именно антироссийские то есть какие то вещи для них гораздо меньшей степени приемлемы как мы понимаем чем для людей которые живут например там российской федерации соответственно для них это норма вот для тех кто живет в америке это не совсем норма значит да это первое что я хотел сказать что по определениям то есть я не думаю что они именно там против страны чем я не могу себе представить чтобы был против страны в которой он родился это очень странно вот он просто придет какого-то меньшинству представленному в этой стране вот я помню где-то я прочитал что там девяти процентов россиян стыдно за то что происходит сейчас я думаю о так я вот из этих девяти процентов я не не то что я какой-то вот именно американский такой вот человек я как бы вот я из тех девяти процентов россиян которым стыдно собственно и все это не делает меня меньше россиянина того что значит второе что я хочу сказать совершенно очевидно что всякий человек попадая в какую-то другую обстановку он меняется в связи с этой обстановкой измененной это мы устроены так мы так должно происходить если вы во франции пара лет поживете с вами прозит какие-то изменения вы начнете как-то иначе видеть мир если вы поживете там соединенных штатах пару лет значит вы еще как-то увидите мир в испании в италии в австрии но если вы поживете два года в италии два года в австрии два года в германии два года снега штатах там три года в бангладеш то безусловно вы еще как-то изменитесь поэтому чем больше разных таких как сказать ландшафтов вашей жизни возникнет тем больше вы будете меняться если мы говорим про вот этих блогеров и если я правильно понимаю тот негативизм который значит там был замечен я в качестве предположения могу высказать вот то что я считаю важным и я не первый раз об этом говорю у нас на канале но мое понимание такое вот есть два мира что ли в одном мире все по закону а в другом все по понятиям и вот страны золотого миллиарда там там все по закону не потому что люди боятся закона вот я сейчас украду меня посадят ему внутренние устои не позволяют красть давайте так закон создается людьми народом то есть народ избирает своих представителей на честных выборах так и дальше представители в интересах народа издают законы а исполнительная власть их исполняет вот собственно и так функционирует значит там где все по понятиям там закон придет сверху вниз для чего нужен закон сверху вниз чтобы те кто внизу сидели тихо и не выпендривались чтобы их можно было поставить в любую минуту вот я например так отношусь закону о блогерах уникальный совершенно закон такой специфический вот для конкретного государства значит вот возьми любого блогера можно посадить но не то чтобы вот их начали сажать но основание есть слава богу там как бы не нужно выдумывать не нужно подбрасывать наркотики в карман вот растает прямо взяли и посадили значит там по понятиям и как бы сказать когда вы молодой человек вот этот вот попадет в соединенные штаты где страна по закону поживущая по законам из видимо российской федерации где все по понятиям то происходит смена парадигмы понимаете смена парадигмы я не хочу сказать что по понятиям жить хорошо или плохо или там по закону жить хорошо или плохо мы видим что разные народы идут разным путем вот есть народы есть страны которые живут по понятиям это не только на зоне есть государства которые также и это их путь и я не думаю что у них там есть какая-то особая тяга к тому чтобы жить например по закону вот если мы захотим я не знаю там здесь какую-то страну мы видели много как пытались там как-то демократизировать извне какое-то государство она не хочет так же они хотят жить так как они живут по понятиям по законам шариата по законам там я не знаю чего еще у них такая жизнь так вот значит что что часто происходит дело в том что жить по закону очень удобно и и выгодно я бы сказал потому что когда ты живешь по закону закон тебя защищает и очень многие наши соотечественники я не хочу сказать что все я даже не могу сказать что большинство но очень многие наши соотечественники оказавшись в соединенных штатах и вообще на западе они начинают потихонечку ценить вот это вот защищенность человека законом и не только человека но как бы общество и вот в этом в этом обществе как бы не понимают когда действует против закона и дальше получается такая штука что вы допустим пару лет поживете в соединенных штатах может оказаться что вам понравится когда живут по закону и я вам больше скажу вот по закону жить многие хотят вот допустим вот идете вы по улице да и шел мимо человек и говорит вам ну и рожа и бах кулаком по этой рожи и у вас есть два пути вы можете по понятиям а можете по закону по закону вы побежите в полицию в соединенных штатах у вас проблем с этим не будет полиция отреагирует там как положено значит побежите в полицию но по понятия вы могли бы сказать ну да рожа у меня такая что действительно вот такая рожа вы можете по другому по понятиям вы можете спрятаться за углом с вилами или там с ножиком или сломом подождать его там когда он снова пойдет и тать ему тоже ломом и так дальше будет обмен как бы ударами произойдет поэтому даже те люди которые они как бы предпочитают как бы да на слово им нравится когда поступают по понятиям когда до них лично тело доходит они начинают кричать о законах о беззаконии о нарушении прав какие права ну какие у тебя права если ты живешь по понятиям смешно даже поэтому это очень сладкая штука очень очень сладкая поэтому вам может понравиться это и тогда вы начнете негативно высказываться о многих вещах связанных с вашей страдой предыдущего проживания больше того я так не побоюсь оценить количество поскольку мы много видим людей таких что скажем на сто человек которые здесь поживут два года тоскуя по родине значит 90 уже никогда не смогут вернуться то есть они конечно могут они поедут а потом через неделю прибегут обратно хотя билет брали за две недели в них ним не выдержали вторую неделю прибежали вы не представьте как много таких случаев и вот со всех сторон вот гораздо меньше чем такие ну то есть нападали смысле гораздо больше чем на порядке больше чем когда вот она уехала и уехала ему там и хорошо он не вспоминает только рад что куда-то делся хотя тоже бывает мы все понимаем вот я думаю что отвечая на вопрос как бы вот про этих блогеров которые негативно относятся и так далее я подозреваю не могу утверждать несмотря в блогеров не не знаю может быть они вовсе не негативно может я бы не увидел там негативизма никакого я как бы полагаюсь на мнение вот значит человека который вопрос задает вот я пробуйте обыскала чем гать совершенно очевидные вещи почему ты говоришь что это негативно или что он там как-то что-то не любит и пусть все знают что это так я не знаю я предполагаю ну допустим значит если это действительно так то вот может быть из-за из-за того что я сейчас описал вот это противоречие между миром понятийным и миром по закону вот подумайте может быть действительно вот вам не стоит а то здесь так вот привыкните по закону и потом не сможете по понятиям это очень опасная штука счастливо